Медиагруппа Авангард представляет Итак, значит, о чем мы сейчас поговорим? Давайте подумаем, посмотрим, из каких элементов состоит обычная инфраструктура организации, типовая. Потом я несколько объясню, что такое поверхность атаки и как она влияет на защищенность самой организации. Будет пару примеров именно, так сказать, на реальных сайтах, и уже закончим таким вектором полностью захвата одного ресурса, который мы делали в своих пин-тестах. Давайте подумаем, значит, ну вот наша организация, да. Прежде всего, когда мы приходим в какой-то офис на работу или в университет, у нас есть так называемая корпоративная сеть. Это вот рабочие станции, за которые мы садимся. Есть какие-то принт-сервера, есть какие-то файловые хранилища, есть там, наверное, какие-то внутренние сервера, типа а-ля контроллер домена или почта корпоративная. Вот это все в совокупности есть корпоративная сеть. Безусловно, практически каждая организация имеет свой сайт, потому что без него сейчас никуда. Сайт может быть простым, сложным, с личными кабинетами, или просто там бумажка какая-то информационная, но не столь важно. Кроме сайта еще есть тот сегмент, который называется либо DMZ, либо внешний периметр. Это совокупность сервисов, которые доступны как изнутри организации, так и снаружи. Вот, например, корпоративная почта может быть как изнутри, но чтобы сотрудники, которые уехали в командировку, могли дальше отвечать на письма, просматривать, что им написали, этот эксченж сервер, например, выставляют наружу. Это не очень хорошо, ну ладно. То есть внешний периметр для этого. Сайт наш может располагаться либо как раз на внешнем периметре, на веб-сервере, либо он может располагаться где-то вообще на сторонней площадке, на хостинге. И вот наш нарушитель как раз вот эту картинку всегда держит в голове. И давайте посмотрим, как он будет к ней подходить. Та же самая картинка, вот наш нарушитель. Легче всего начать оценку организации, если нет никакого инсайда, ну вот просто с чистого листа. Конечно же, с сайта организации. Мы можем зайти с телефона, с ноутбука, никакие средства защиты не использовать, ну именно анонимности. Просто зашли, посмотрели на сайт. И здесь есть какое-то такое негласное правило, мера, что вот если на сайте сразу видны какие-то огрехи безопасности, то, скорее всего, в организации все не очень хорошо в плане ИБ. Поэтому следующим шагом после оценки сайта, такой предварительной, нарушитель пытается найти вот это DMZ-организации, потому что если это что-то большое, типа какой-нибудь там холдинг или еще, обязательно DMZ будет, потому что ну сервисов много. И либо оценивается тот хостинг, где вот этот сайт находится. Потому что ну тоже у хостингов есть очень много проблем. С статей на хакере, когда хостинг ломали один, второй, третий, их миллион. Поэтому хостинги тоже не безгрешны. Ну добавляю те как раз сайты, которые мы размещаем туда, вот в их безопасность такую ложку дегтя. Следующий параметр наиболее тяжело оценить – корпоративная сеть, ее размеры, технологии, которые там используются. Ну потому что прямого доступа туда нет у нарушителя, и он как-то по косвенным признакам пытается ее понять размер. Соответственно, может быть, есть там определенные лазейки, которые себе сисадмина оставили, чтобы там, не находясь в офисе, поправить какие-то конфиги. Это тоже можно попытаться найти, или там VPN-шлюзы какие-нибудь, но это уже такие детали. То есть самое простое – это что? Вот веб-сайт, да? Ну давайте посмотрим, какие кейсы могут быть, или какое развитие событий быть от веб-сайта. Зачем мы сейчас, я это буду рассказывать? Не для того, чтобы вы это попробовали, скажем так, на своих знакомых или каких-то организациях. Просто в плане построения защиты нужно представлять, против кого мы сражаемся. Потому что покупать дорогие решения и прикладывать их в сеть не туда, куда нужно – это просто потраченное время и деньги. Важное уточнение. Никакие сканеры не использовались, только браузер. И это называется оценка на поверхности атаки. То, что я сейчас покажу. Никакого вреда оно, соответственно, там не несло организации. Давайте посмотрим. Вот первый примерчик. Есть вот реальный существующий сайт, некий там завода, который делает всякие там, там, так сказать, элементы вооружения. Очень просто понять, из каких технологий сайт сделан. Ставится такой плагинчик в эпалайзер в браузер. Наверное, кто-то из вас, конечно же, слышал, что это такое. И он показывает на основании просто возвращенной HTML странички, из чего сайт состоит. Ну, например, он здесь состоит из CMS Joomla. Кто-нибудь знает, что такое Joomla? Знаете? Ну, хорошо. Это очень популярный движок на PHP написан, open source, поэтому можно качать, ставить и делать себе сайт. Ребята так и сделали. Зная, что это Joomla, мы точно знаем, где у него админка находится. Пробуем руками, один запрос, все, админка есть. Ну, именно вход в админку. Соответственно, если нарушитель реальный, он будет пытаться как-то туда попасть. Брутфорс или креды, откуда он еще где-то их взял, это уже отдельный момент. Но факт в том, что его отделяет от завладением сайта всего лишь одна, так сказать, один шаг, и он будет точно пытаться его сделать. Следующий момент. Тот же самый вополайзер или просто анализ HTTP заголовок от сервера показывает, что там используется версия PHP 5.4.16. Что такое PHP? Знаете. Знаете, да? Это очень популярный и интерпретируемый язык программирования. Соответственно, его версия 5.4.16 вышла очень давно, аж 13-й год, и уже 7 лет он существует в таком состоянии. Это значит, что организация как-то не сильно заботится, чтобы обновлять вот эти компоненты. Эксплойтов и уязвимости было найдено много в этой версии. Вопросы подойдут, не подойдут, это уже следующий. То есть я не мог это проверять, потому что разрешения не было от владельцев ресурсов. А настоящий нарушитель, он не обращает внимания на эти разрешения, он точно будет это делать. Следующий момент. Теперь сайт у нас другой компании. Это такой крупный-крупный-крупный завод по, так сказать, теплоэнергетике. И через тот же вэплайзер мы видим, что система используется один из битрикс. Знаете, наверное, что такое, да? У нас очень много госресурсов работает на этот CMS. Она платная, но такая достаточно функциональная. Сама система с точки зрения безопасности сделана достаточно хорошо и имеет много-много всяких разных функций безопасности, и в том числе скрыть админку. Мы вот здесь попробовали в битрикс админ зайти. Видно, что администратор этим пользовался и как-то ее скрыл. Это уже хорошо. То есть нечего брутфорсить. Непонятно, даже если будут креды администратора, куда мы с ними пойдем? Но здесь дальше администратор перестал. Быть молодцом. Он что сделал? Как понятно, сайт расположен на каком-то сервере с каким-то IP-адресом публичным. Вот этот IP-адрес легко вычисляется. Все понятно. Но почему-то сайт расположен где-то на хостинге в Риге. То есть российский сайт где-то в Риге. Нет, он не содержит никаких персданных, поэтому никакого нарушения здесь нет. Но как-то само странно, почему он там находится. Еще более странно, что сайт находится в контексте еще с какими-то сайтами. 14 штук. Это либо сайты той же организации, просто по другим направлениям, либо это вообще какие-то сторонние ребята. Список получаем очень легко. Достаточно много сервисов, которые показывают, какие сайты есть на IP-адресе. И вот в этом списке наш ОГК-1 присутствует, а все остальные сразу видно по названию, что это какие-то левые ребята. Это не поддомены этой организации. Соответственно, что может быть плохого, то, что находится вместе с ними. Ну, например, первый сайт – это покер-рум. И по статистике процентов 20-25 все дедос-атак производятся именно на покер-румы. Потому что там реальные деньги, реальное простое – это там большие потери. И, конечно, когда будут дедосить вот этот сайт, они будут дедосить весь, как сказать, сервер. И наш сайт, ну, вот если мы представим, что мы администраторы, располагаясь вместе с ним, будет тоже недоступен. Поэтому плохо иметь такого соседа. А этот сайт-то вообще 18+, такой направленности, скажем так, вот, тоже на этом сервере. Здесь в чем проблема? Мы не из полиции нравов, но когда наш Роскомнадзор захочет его заблокировать, этот ресурс, он заблокирует весь IP-адрес, ну, весь сервер. Соответственно, опять же, наш сайт, находясь с этим соседом, тоже будет недоступен. Ну, а теперь про безопасность. Помимо вот этих покер-румов и все остального, есть еще там новостной ресурс. А новостной ресурс сделан на системе WordPress. Это, наверное, знаете, да? Это еще более популярная система, чем Joomla. Вот, версия старая, древняя, с кучей уязвимостей. И, соответственно, нарушитель, если в лоб не получил доступ к интересующему ресурсу, он попробует зайти через вот такого соседа со старой версией. Вот. А вот почему, как сказать, это страшно? Ну, вроде сломают соседа, и что дальше? Все-таки находится не на одном узле. И поэтому вот маленький момент. Кто вообще на сайт организации, ну, кто посещает? Мы не говорим там про соцмедиа какие-нибудь крупные, а вот именно там сайт-холдинговые компании. Туда ходят пользователи самой организации, руководство. Могут ходить всякие там партнеры, которые закупки смотрят на сайте. То есть достаточно такая целевая аудитория. И нарушитель это тоже знает. И получая доступ к ресурсу напрямую либо через вот таких соседей, ему сейчас очень легко найти сервисы по exploit-паке, так называемый, когда вставляется JavaScript в контекст страницы, и этот exploit-пак начинает целенаправленно работать на тех людей, которые заходят на сайт. Не на всех, а на определенную категорию. Либо только сотрудников самой организации, вычислить, с какого IP-адреса это достаточно легко, и либо на руководство, либо на каких-то партнеров. Соответственно, просто получив доступ к сайту и подключив exploit-пак, можно попасть вовнутрь организации, когда человек просто зашел на доверенный ресурс. Вот. И кейс номер три. Значит, я в самом начале говорил, что кроме браузера для анализа ничего не использовалось. Первым шагом при проведении тестов на проникновение либо действия злоумышленникова идет, конечно, сбор данных, сканирование и так далее, то есть сервисов, которые там находятся. Сканировать без разрешения нельзя, да это, в принципе, и не надо, потому что есть такие замечательные сервисы, как Shadan, которые уже все это сделали, и причем делают регулярно. Они сканируют весь IPv4 диапазон, сканируют те порты, которые расположены на адресах, и эту информацию свободно предоставляют. Вот, например, сайт Миттеллоинвеста система, я уж не помню на каком движке, по-моему, тоже на Битриксе, и там тоже все администратор вроде хорошо сделал. Было интересно, ну, компания крупная, давайте найдем DMZ вот этой организации, все-таки там холдинг целый. IP-адрес самого сайта как-то не очень нам... Что такое хуиз, наверное, знаете, да? Хуиз записи. Это справочная информация, где зарегистрирован IP-адрес, на какую организацию, в какой сети. Соответственно, хуиз под основному IP-шнику организации, ну, ничего хорошего не сказал, но я попробовал посмотреть MX-запись вот этой организации. Это непосредственно для почтовых, так сказать, серверов. И получил другой IP-адрес, который по хуизу прямо вот нам говорит, что это Миттеллоинвест Нетворк. Ну, замечательно. То есть это вот есть DMZ, и она достаточно большая. Там целых 512 адресов. Что это нарушителю дает? Представляете, 512 адресов, понятно, что там не все IP живые, не все сервисы какой-то наружу предоставляют как-то контент. Может быть, там какие-то гейты или прокси, которые изнутри только работают. Но все равно IP шников, наверное, штук 20, наверное, в этом диапазоне точно можно найти живых. Там IP-телефония, там VPN-шлюзы, там какой-нибудь веб, там шары какие-нибудь, все что угодно. И поэтому допустить администратору в этом случае ошибку в безопасности гораздо большая вероятность, что он так сделает. Поэтому вот такой широкий внешний периметр означает, что нарушитель будет его сканировать вдоль и поперек. Но Шадан это уже сделал. Значит, заинтересовал два адреса, 6-й и 74-й. Мы ничего не сканировали. По 6-му адресу, по заголовкам, которые Шадан собрал, видно, что это Cisco VPN. А по 74-му это у нас как раз почтовый сервис Exchange от Microsoft, а именно веб-обертка. Ну, посмотрим на нее. Если нарушитель зайдет в почту, это прям много, что он узнает об организации. Смотря, конечно, какой пользователь, но, по крайней мере, это внутренняя переписка уже будет доступна. Чтобы попасть в почту, нужно знать три параметра. Домен, ну, как бы имя пользователя, название почтового ящика и пароль. Перебирать по трем элементам это тяжело, наверное, и не очень благодарно. Поэтому нужно как-то это сузить. Мы заходим на ресурс, который VPN-шлюз. И в этом VPN-шлюзе уже система предлагает такой выпадающий список из восьми элементов, и они очень, как сказать, напоминают название доменов организации. Ну, это такая догадка, которую нужно проверять. Но, по крайней мере, список из предполагаемых доменов мы уже получили. Дальше, что с именем пользователя? Найти хотя бы несколько человек с почтовыми адресами вот в этом домене, не составляя туда. Заходим на сайт, заходим в раздел маркетинг, и там есть вот такая Юлия Прохоренко, и у нее формируется вот такой адрес g.prohorenko.metallinvest.com. Соответственно, мы понимаем формат, как фамилия, имя человека трансформируется в почтовый адрес. Теперь вопрос. Как нам получить список сотрудников организации? Кто может? Первым по имени, по имени. Ну, прям список, вот фамилия, имя. Как можно получить? Пройдет контакт на сайте. Да, но там обычно публичные люди представлены, то есть там 2-3 человека, а нам бы хотелось побольше, несколько десятков, это было бы идеально. Ну, вы все этим пользуетесь, социальные. А есть еще такая штука, как LinkedIn. Наверное, тоже знаете. Просто заходим, смотрим, кто в этой организации работает, и там человек 30 сразу вываливается. Да, там просто имя, фамилия. Но перевести это в название почты, ну, никаких проблем существует. Вот, и то есть мы из трех неизвестных уже два параметра установили. Ну, а перебирать пароли, есть много классных инструментов, вот один из них. Поэтому нарушитель точно так будет действовать, скорее всего. Так, и, наверное, теперь уже не только догадки, но и реальный кейс получения доступа к ресурсу. Это мы делали сами, но, конечно, с разрешения заказчика, ну, владельца этого ресурса. Ресурс очень солидный, поэтому я, конечно, его вот так анонимизировал. Ну, надеюсь, не догадаетесь, что это такое. Вот. Уязвимость все равно уже закрыта. Это было полтора года назад. Поэтому, ну, кейс очень интересный. Значит, мы его две недели вдоль и поперек исследовали, ничего не находили. Мы под конец вот нашли уязвимость, так скажем, по автроверсу. Вот смотри, смогли читать локальные файлы на самом веб-сервере и вычитали вот такой файл, который конфигурационный к веб-серверу относится. Там есть логины и хэши паролей. Ну, соответственно, что делать с хэшами? Ну, конечно же, их надо перебирать, локально восстанавливать. Мы их восстановили, некоторые из них, которые попроще, которые особенно вот там а-ля словарные варианты. И теперь вопрос, куда нам приложить вот эти, так сказать, пароли. В саму директорию, где мы стянули этот файл, ничего интересного не было, поэтому искали какие-то другие применения. Нашли вот такую систему PHPMyAdmin. Я думаю, что кто с вебом сталкивался, знает, что это такое. Это веб-приложение для управления баз данных MySQL. Веб-интерфейс, логин, пароль, подходят вот такие штуки. И мы получили доступ внутрь, где много всяких баз, таблиц, учетных записей и так далее. Это все через веб. Никаких эксплойтов, ничего. То есть вот чистый веб. И, соответственно, по базе мы посмотрели много-много всего, и нас заинтересовала вот такая база докфлоу и в ней такие таблицы. Название очень сильно коррелировалось с тем поддоменом, который мы нашли на самом раннем этапе. Это для видной системы электронных документов оборота. Что такое сет, наверное, слышали, может быть, видели. Это вот обмен, так сказать, внутренней документации через электронные системы. Конечно, мы захотели попробовать те пароли, которые мы взяли из базы. Они, безусловно, подошли. И вся переписка, которая есть в организации, все приказы, награждения и так далее, все были у нас. Заказчику мы, конечно, сказали, все показали. То есть здесь кейс, что через веб мы получили доступ в самое сердце организации, даже не находясь в корпоративной сети. Ну, так сложилось. Ну, и последний момент. Как мы можем защититься? Универсального способа у нас, к сожалению, нету. Поэтому что нужно сделать? Безусловно, нужно владельцу ресурса контролировать, где это все счастье находится. Нужно использовать средства защиты, и это не касается только антивируса на рабочих станциях. Безусловно, надо приглашать людей, которые специализируются на проведении таких тестов на проникновение в интересах заказчика, и использовать средства обнаружения атак. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok